Всем привет, с вами Информ ТВ. Сегодня, 4 сентября, в столице состоялась церемония прощания с известным актером советского и российского кино Борисом Клюевым. Торжество проходило в стенах родного ему малого театра. Высказать свое почтение и попрощаться со звездой пришли сотни людей, но в ходе церемонии многие почувствовали себя плохо, а нескольким и вовсе пришлось вызвать скорую помощь. Проститься со знаменитым актером, помимо поклонников и родных, пришли сотни человек. Это Ирина Муравьева, Валерий Баринов, Александр Вершинин, Людмила Титова, Владимир Дубровский, Людмила Поргина, коллеги Клюева по съемкам сериала «Воронины» и многие другие знаменитые люди. Вскоре стало плохо поэту-песеннику Михаилу Шаброву. Мужчин разволновался так сильно, что его давление упало до критических цифр. В результате понадобилась помощь бригады медиков. К счастью, рядом с малым театром на всякий случай дежурила карета скорой помощи. Не успели они оказать помощь Михаилу, как их срочно позвали на выход из зала. Оказывается, стала плохо известной актрисе Людмиле Поляковой. Еще на подходе к театру она потеряла сознание, после чего коллеги, быстро привели к ней медиков. Людмиле Петровне уже 81 год и ей очень тяжело далось прощание с любимым другом. Они вместе сыграли множество спектаклей и стали почти родными. Народного артиста проводили поклонники и друзья в последний путь долгими овациями. Его буквально завалили цветами. После этого актера доставили на Троекуровское кладбище. Тут уже остались только самые близкие, родственники и друзья. Остальных попросили не приезжать. Напомним, Бориса Клюева не стало 1 сентября. Об этой трагической новости рассказали актеры малого театра. Николай Петрович из Ворониных боролся с раком, но проиграл эту неравную битву. Мы приносим соболезнования родным и близким. Если вы помните этого замечательного актера, ставьте лайк, не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!